Депутаты Российской Госдумы отменили конец света. Парламентарии подготовили обращение, в котором настоятельно рекомендуют средствам массовой информации не поднимать тему конца света в своих материалах, так как никаких реальных оснований для этого нет. Но, похоже, на нарастающую истерию это никак не повлияло. В России продолжают жить в ожидании 21 декабря. О том, как Москва готовится к концу света и к Новому году одновременно, в репортаже Александра Агиенко. Центр Москвы сейчас вовсю украшают к Новому году. Установили елку на Красной площади, еще одна появилась в районе Манежной. По городу развешивают иллюминацию, украшают улицы. Очевидно, что в мэрии Москвы предсказания конца света, до которого, кстати, осталось меньше месяца, не верят. Собираются встретить новый 2013 год. Чего не скажешь о самих москвичах. Александра Доброва в последнее время всерьез думает о конце света. Настолько мне уже стало страшно, что мне приснился сон. Что моя сестра мне говорит быстро, давай быстрее поехали в супермаркеты, собирать продукты. Потому что вот, и именно это случилось 21 декабря, она мне утром говорит. Да, у меня реально были мысли купить ей смеси, там, я не знаю, какого-то сухого молока, банок, вот этих пюре. Потому что, ну, не дай бог, все так будет. Версия конца света, которая тревожит Александру, техновенная. Москва остается на несколько дней без электроэнергии, как в смысле без тепла и воды. Встанет метро. Для города-миллионника это точно конец всему. Вообще вариантов конца света десятки. Главный источник вдохновения – календарь Майя, который заканчивается именно 21 декабря 2012 года. И именно в этот день якобы произойдет парад планет. Астрологи, правда, ничего подобного в небе не видят. Все ведущие астрологи страны высказались однозначно. Ничего подобного астрологи не говорили. И даже, в общем-то, оккультисты, там всяческие мистики, тоже подобных вещей не предвещают. Это чаще всего такие вещи идут из журналисток кругов. Тем не менее, подготовка к концу света в разгаре. Особенно в сфере бизнеса и торговли. Жителям России предлагают покупать специальные наборы – спички, соль, керосин. Страховые компании рекомендуют застраховать свою жизнь до 21 декабря. Готовится к этой дате мистика-писатель Андрей Явный. Великий авторитет. 21 декабря он намерен провести бал и попрощаться со старой жизнью ради чего-то нового. Это большой шанс для каждого человека, быть может, завершить какую-то никчемную жизнь. Начать работать, задуматься о том, чтобы больше заботиться о своих близких и уйти от ощущений апокалипсиса. Конечно же, наступят перемены. По словам мистика, люди разных учений и вероисповеданий ждут конца света почти каждый год. Такова природа человека думать о смерти и о том, что никто не вечен. А вот депутаты Российской Госдумы сказали концу света решительное нет. И подготовили обращение в адрес средств массовой информации с рекомендацией тему конца света не освещать. Высказался на этот счет и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который сказал, что оснований для конца света нет никаких. И после 21 декабря вполне можно предъявлять экономические претензии тем, кто эти слухи распространял. Видимо, для моральной и материальной компенсации тому, кто конец света ждал, да так и не дождался. Александра Гиенко, Андрей Лисиченко, РТВИ, Москва.